Перемирие в Сирии, кажется, начинает устанавливаться. По крайней мере, такое впечатление возникает от договоренности России и США. Но надолго ли эти договоренности? Не получится ли нового Минска, который как бы есть, но которого как бы нет? И почему США так активно идут на это перемирие? Своим мнением с накануне ТВ поделился эксперт по Ближнему Востоку, публицист и писатель Константин Стрягунов. Поэтому США так и стремятся скорее заключить это перемирие. Просто по сути, чтобы дать передышку боевикам. Эксперт уверен, все перемирия, что на Украине, что в Сирии, нужны только для ослабления нашего влияния. Аналогия насчет Минска здесь складывается в следующее. Как известно, в конце августа, начало сентября 2014 года ополчение набрало такую мощь, военный потенциал, наступательный потенциал, что действительно могло гнать войска киевской хунты буквально до Киева. И после этого возникло немецкие соглашения, в результате которых это наступление было остановлено. Это перемирие, которое мы видим сейчас, оно напоминает мне вот это перемирие. Потому что сейчас, в принципе, у сирийцев неплохой наступательный потенциал. В результате сирийцы будут в значительной степени ограничены этим перемирием. Тем более, что против умеренной оппозиции сирийско-арабская армия ведет чаще боевые действия, чем с тем же исламским государством. Пока же стороны устанавливают правила и договариваются, а что будет дальше. Константин Стругунов уверен, в итоге перемирие будет сорвано. Вероятность такого перемирия, на мой взгляд, достаточно низка. По той причине, что сторонам, инициаторам этого перемирия будет достаточно сложно дифференцировать так называемых умеренных оппозиционеров от нерукопожатных террористов. Поэтому я лично считаю, что данное перемирие будет сорвано. В принципе, если оценивать ситуацию более глобально, для тех же Соединенных Штатов Америки вариант как с перемирием, так и со срывом перемирия по-своему приемлем. Потому что они понимают, что в случае успешных действий сирийско-арабской армии, курдских отрядов самообороны народной, может случиться такая ситуация, что в конечном итоге, по некоторым оценкам, к лету текущего года, режь такивометровая на сирийско-турецкой границе может быть перекрыта, что приведет к фактически слиянию основных курдских кантонов. И тогда Турция фактически перестанет существенным образом влиять на ситуацию в Сирии.